Привет всем зрителям моего канала, сегодня играю на проекте Смотра Рэдж. Все нужные ссылочки находятся в описании, также в описании находится мой промокод, которым даст 50 тысяч игровой валюты на старте. Моё мнение насчёт обновы. Обнова, в принципе, вышла более-менее нормальная, но могло быть и лучше. Начнём с охоты. В принципе, охота нормально вышла, но написано то, что животные будут нападать, животные будут убегать, а по факту такого нету. Но насчёт заработка, в принципе, у меня за час получилось 100 тысяч. Я убил там 12 животных, а у меня получилось 100 тысяч. Я бы лучше бы лутался, а вообще бы лучше бы катался на дальнобое или в такси, или на курьере вообще. Поэтому, как бы, ждём пока повысит зарплату, наверное. Или просто мне не повезло. Насчёт вертолётов. Вертолёты я ждал давно, и самолёты я жду, и ждал давно. Вертолёты, честно, разочаровали. Разочаровали только своей ценовой категории. Ну, 200 миллионов – самый дешёвый вертолёт, но, по-моему, как-то это тупо. Даже в МТАК было 58 кака. Поэтому ждём, пока понизят цены. А если не понизят, то, как бы, печально, то, что делаются такие прикольные вещи только для донатеров или людей, которые, как бы, что-то-то знают. То есть, не обычные игроки, а вот что-то-то они знают. Насчёт парашютов. Парашюты, в принципе, тоже давно ждал. Тоже разочаровали. Разочаровали в том, что они одноразовые. Для чего износ там вообще есть? Для чего, как бы, такая цена 100 тысяч за парашют за один раз, чтобы спрыгнуть? Был бы он на раз 10 хотя бы за 100 тысяч, уже было бы нормально. А так на один раз тратить столько тачки. Из тачек, в принципе, мне понравилась только новая Супра. Следующий видос будет про неё. То есть, сейчас я на неё коплю. Да, надо 6,6кк. То есть, это купить Супру с салона и зафтешить её. Потом буду её тестить. Буду на неё ставить разные чипы. Вообще, у меня в планах эту Супру сделать под дрифт, а не под тачку, как, типа, под жопу, потому что у меня есть скайлайн, на котором я всегда катаюсь. Не важно, что у меня есть геттер и геттер. Но геттер я беру только в тех случаях, когда мне надо прям очень быстро доехать. Но обвесы, обвесы, ладно, типа, обвесы тут меня только порадовали. Потому что, наконец-то, их добавили на сервер. Да, добавили, может, не на все тачки. Сказали, что очень трудно делать обвесы. Не знаю, правда это или нет, потому что я не сидел, не моделировал тачки в GTA 5. В GTA, да, я залезал, в принципе, не так уж и тяжело. Ну, как, не трудно и как бы, и нелегко это делается. Ну, насчет GTA 5 я не знаю. Опа. Вовремя рестарт. Инвентарь. Инвентарь, в принципе, полностью меня порадовал. Прикольный инвентарь. Единственное, что, как бы, иногда бесит, это вот, если выйдешь из тачки, то у тебя вот этот быстрый слот, он всегда будет. Потому что ты его не можешь скрыть. Багажники тоже, в принципе, порадовали то, что их хоть как-то добавили. Но проблема этих багажников в том, что на них мало слотов. Вроде бы это RPG сервер. И для чего делать такие слоты, когда даже на РП серверах больше слотов в багажнике, допустим, в тот же самом Скайлайне. Еще я не понял одну систему. Цена машины на свалке зависит от владельцев. То есть, если у машины куча владельцев, то ты ее сольешь, блин, очень дешево. Не знаю, для чего это делается. Типа, наверное, чтобы тачки больше продавали игрокам, а не сливали в ГОС. Но, не знаю, по-моему, это как-то такая себе сомнительная система на RPG-проекте. Ну, вроде все самое такое основное, что касается меня, что касается обычных игроков, я обсудил. То есть, высказал сомнения. Теперь, я думаю, можно высказать то, чего бы я хотел видеть на сервере. Также пишите в комменты, чего бы вы хотели видеть на сервере. Систему нетроса видеть. В GTA Online уже есть тачки с нетросом. Нетрос, в принципе, там более-менее нормальный. Может, даже есть и нитрос, который добавляется в Мадаме, намного лучше, чем в GTA. Хочется видеть винильную нормальную, то есть, где ты можешь делать свои кастомные винилы. Но и то же самое, как бы, можно эти кастомные винилы сделать и оставить эту нынешнюю систему винилов, типа заготовленные, как это было на смотре МТА, то, что ты мог, допустим, на X5 поставить винил Давидыча, по-моему. Потому что это очень сильно облегчит жизнь. Я в МТА делал на Скайлайне, когда там на один сервер добавили с кастомную винильную, на Скайлайне делал винил из второго Форсажа. Но я не понимаю, для чего я его делал, когда в интернете есть хорошая заготовка, и её просто можно было установить на сервер, и чтобы я мог её купить и поставить уже правильно на тачку. То есть они делают тот винил, который есть в интернете. Также было бы прикольно видеть на сервере маппинг. Я, в принципе, вставлю скрины маппинга, то есть всяких деревьев вдоль трассы, всяких, не знаю, кустов. Вот этого не хватает на сервере, потому что, я не знаю, почему рокстеры сделали как-то пустырь дикий на трассах, то есть нихрена толком нету из растений. Кстати, хотелось бы видеть, чтобы наконец-то можно было отключать эти всякие звуки, то есть эту музыку можно было отключать на входе на сервер. Вот этот Goddammit, который только что проиграл. И вот это нужна помощь. И отключить вот эти уведомления от вот этого твой бро. Также хочется, чтобы ты мог чинить свою тачку на ходу. То есть не важна, какая у тебя скорость, ты просто вот въехал на скорости 200 км в час и починил тачку. И типа для того, чтобы тебе починить дверь, обратно её покрасить нормально, тебе надо полностью, ну не полностью, а там сбросить скорость до 150-160 и уже починиться, и потом обратно набирать скорость. Хотелось бы, чтобы это убрали. Надеюсь, это уберут в следующей части обновы, потому что как бы это уже надоело всем игрокам. Ну почти всем, ладно. Также, наверное, хотелось бы видеть какие-нибудь, не знаю, или фейковые номера, решётки, сетку, не знаю, или просто номера, те, на которые не будут приходить штрафы. Потому что штрафы задалбливают всех игроков. Это уже точно всех игроков задалбливает. Все абсолютно говорят, что штрафы надо или убирать с сервера, или делать что-то, от чего штрафы не будут приходить тебе. Также хотелось бы, очень важно, чтобы перенесли ИКХ с центра города или к обсерватории, вот сюда вот, или... Ну да, к обсерватории, в принципе, самое такое нормальное место будет, потому что, ну, в Эдвуде толком никого нету. Там только те люди, у кого здесь дома, или вот здесь вот рыбаки. Но сейчас, по-моему, там рыбаки не рыбачат, и как бы там никого нет. И вот сюда фуры катаются. Ну как бы, я думаю, фуры не пострадают от этого. А вот игроки, которые приезжают вот мимо вот здесь вот, вот здесь вот, как бы они страдают от этого, потому что как бы подлагивает, пропадает текстура от этого ИКХ. Также насчет гонок, хотелось бы видеть, просто как пример приведу, уже заготовленный спот, или, знаете, сделать редактор спотов, и, допустим, вот с другом делаете вот, ну, вот этот, допустим, дефолтный спот, то есть там ставьте чекпоинты, как вам приезжать, где надо, и кто больше наберет дрифт очков, ну, там, естественно, ставите круги, ставите время, и кто больше наберет дрифт очков, тот и выигрывает. Или кто быстрее проедет, тот выигрывает. Ну, типа, тоже это сделать с выбором. И с дрифтом это сделать, и с гонками, то есть делать, не знаю, какую-нибудь гонку, вот взять, зайти в редактор, сделать по чекпоинтам гонку через всю карту, кто быстрее первым приедет, тот как бы выигрывает. Так как это RPG сервер, хотелось бы видеть здесь выбор времени суток. Я играл на одном проекте 5M, писал в чат команду Wether, типа, у меня выбивало менюшку, типа, а вон, тут даже есть эта команда, только она для администрации. То есть, и я мог бы выбрать то время, которое мне надо, погоду выбрать. Также хочется видеть на сервере, как в МТА, систему, вот это то, что ты нажимаешь F5, в МТА нажимаешь F5, и у тебя вылезает менюшка, где ты можешь открыть отдельно капот, отдельно дверь, отдельно багажник, и вот это все дела. Также помимо вертолетов, на сервере хочется видеть другие виды техники. Самолеты, лодки, ладно, подводную лодку, наверное, не надо просить. Вхватит самолеты, обычных катеров и гидроциклов. Если я сохранил скриншот, то я вставлю его, как мы с друзьями играли в GTA Online, обычную, и что мы там делали с самолетами, вертолетами и лодками. Это было очень весело, и хотелось бы видеть это веселье бы и на смотре, так как это все-таки, повторюсь, сотый раз RPG проект. Допустим, тот же самый каргабоб добавить и сделать такую систему, то что он не сможет цеплять своим крюком всех, кого захочет, а типа он подлетает к челу, вот как, допустим, ко мне, цепляет, ну как цепляет, просто на меня кидает крюк, и мне выскакивает менюшка, хочешь ли ты, типа, принять крюк от этого игрока. Нажимаешь да, и все, ты с ним, типа, улетаешь. Все-таки, почему я считаю, что это надо добавить? Потому что, как бы, это RPG проект, еще раз повторю, RPG проект. И когда мы это делали в GTA Online, это было очень весело. И я смотрю у себя в голове, представляю в будущем, то же самое GTA Online, но намного лучше. Типа GTA Online с реальными тачками, без саных читеров, без опрессоров с истребителями, ну, школьников на опрессорах и истребителях. Те, кто играет в GTA Online, тот знает, как бы, про что я сейчас говорю. А кто не играет, просто объясню в двух словах. Опрессоры — это мотоцикл с ракетами, которые могут летать. Но истребители, ладно, тут даже объяснений не надо. Просто школьники летают, убивают всех, и, как бы, им это очень весело. Надеюсь, как бы, на смотре не будут добавляться истребители, а если и будут добавляться, то без ракет и пулеметов. И не будут добавляться вот такие опрессоры, мотоциклы, которые могут летать, потому что, ну, это бред уже. А вот всякие самолёты, крагобобы хотелось бы видеть, потому что в GTA Online было весело с этой техникой. И сейчас, в принципе, весело. Я, наверное, вставлю пару клипов, ну, без звука, конечно, вставлю пару клипов просто на задний фон, чтобы вы увидели, что я там сделал, когда у меня есть самолёт с реактивным ускорителем. Но так, вроде бы, сейчас мне ничего в голову не лезет на сонную бошку. Я высказал мнение насчёт обновы, рассказал то, чего я бы хотел видеть в дальнейшем на сервере, то есть не в следующем обнове, а в дальнейшем. Так что, всё. Пишите комменты, ставьте лайки, жмите колокольчик, ждите новые видосы. Всем удачи и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok